МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты, наверное, у нас почистишь грушу. Ну, грушу, ты знаешь, как здесь овощечистка, груша. Мельчим имбирь для маринада. Чем мельче, тем лучше, наверное. Теперь берем соевый соус. Две столовые ложки оливкового масла. Примерно три столовые ложки, чтобы у нас разошелся соевый соус, имбирь, чили по всему цепленку. И столовую ложку меда. Давай ты, может, размешаешь все ингредиенты, а то мне руки марать не охота. Ну, хорошо, давай, зачем я тут еще стою. Аккуратнее массируй, чтобы он стал еще нежнее. Я ему прямо массаж делаю? Прям, да, релакс. Он будет еще вкуснее. Ну что, все, теперь его можно положить в духовку? Нет, у нас он маринуется 2 часа, около 2 часов, чтобы все ингредиенты пропитали хорошо цепленку, когда он будет очень вкусно. И что вам делать эти 2 часа? Можно поболтать? Ага, пора ставить цепленка. О, давай. Будет у нас он жариться 30 минут при 180 градусах. Ну, собственно, пока наша курица, наш цепленок, томится в духовке. Да. Нам тут есть чем заняться? Естественно. Мы приготовим соус из груши. Тот самый уникальный лук-шалот. Тот самый уникальный лук-шалот. Отличается своей нежностью. Сливочное масло. Закидываем грушу, масло, лук-шалот. Обжариваем немало. Груши и лук карамелизовались в масле. Маленькую щепотку сахара. Даже не знаю, что вкуснее пахнет. Лук или груши жарим. Сахар вкусно пахнет. Получился такой матовый цвет. Да, приятно. Добавляем немного каперсов для кислинки. Вяленые томаты. Все, наш цепленок готов. Можно вытаскивать. Вот, какой у него приятный цвет. Жалко, конечно, нарушать такую красоту, но надо пробовать. Да. Какая вкусная груша. Мне повезло больше. У меня мясо достал. И оно тоже очень вкусное. Да? Очень вкусный бренд. Вспоминайте рецепт. А лучше запишите. Мы для вас его специально повторим. Я для вас его специально повторим! Музыка. Редактор субтитров А.Семкин